Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Game Observes! И сегодня у нас будет обзор на одну из самых легендарных игр, которая была когда-либо выпущена Rockstar Games, GTA San Andreas. Не думаю, что нужно что-то более добавлять, игра была просто легендарная. Давайте начнём! Пять лет на Северной Костре, время домой. Я бы не сказал, что графика так изменилась из этой игры. Ожидания, наверное, у всех были, что графика будет примерно какого-нибудь типа GTA V. Но визуально она больше выглядит как GTA IV, я бы сказал. Пассажер, показывай мне твои руки! Пропал! Слышь на ноги! Слышь на ноги! Вот ты! У меня некоторое время заняло, чтобы понять нас, что актёр, который играет в того самого Вукхопа, это... Сэмюэл Джексон, тот самый легендарный актёр, который был в Pulp Fiction, а... Звёздные войны... Не волнуйся, я вложу их в конце. Приятного аппетита, Карл. Смешно, что вы вернулись. Ты не забыли о нас, не ты, парень? Нет, офисер Тэнпенни. Я просто спрашиваю, что вы так долго выжали. Приятного аппетита. Слышь, чувак! Слышь! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Мексикан! Ой, извините! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Как ты, Карл? Как ты хорошая семья? Я здесь, чтобы убрать мою маму. Ты знаешь? Да, я думаю, я знаю. Что еще у тебя есть, Карл? Это был такой офисер Паласки. Он использован для страдания полиции. Не 10 минут назад. Офисер Пиндлбер. Я могу сказать, что он был виноват. Это был офисер Паласки, который использован для страдания полиции. Не 10 минут назад. Офисер Пиндлбер. Он хороший человек, я могу сказать. Ты работаешь быстро, нига. Ты знаешь, что я просто уехал на поле. Ну, это хорошо, что мы нашли тебя. И ухалили его убийство. Это не моя штука. Не волнуйте меня, Карл! Да, не волнуйте меня, Карл! Что ты хочешь для меня этого часа? Когда мы хотим тебя, мы соберем тебя. В связи с тем, не пытайтесь убрать больше офисеров. Вы не можете оставить меня здесь? Это Баллера. Я думал, что ты сказал, что ты был виноват, Карл. Но ты не убежал. Это кар 58. Увидимся вокруг, как донат, Карл. Офисер Пиндлбер. Увидимся вокруг. Мы сейчас будем. Ах, х**. Идем снова. Порошее место в мире. Роллинг Хайц Балла. Играет город. Играет город в 5 лет. Но Баллеры не дадут нам х**. Ну всё, мы услышали коронную фразу Сиджея. Сейчас самое время... В первую очередь разобраться, как играть в эту игру. И потом уже начать выполнять какие-нибудь миссии. Что меня удивляет в этой игре, в первую очередь, не то чтобы цвет и как это располагается. Даже, не знаю, как сморочно облака или дальние объекты, какие-нибудь здания. На моей памяти нет такого, чтобы до этих обновлений всё это было. Хотя стоит заметить, что не совсем видно генерацию, например, разных объектов типа челов или машин на стороне. Но здание видно, что интересно. Так. Думаю, пора начать миссию, что ли. Окей. Окей. И теперь в легендарный дом. Что радует то, что теперь на этих картинках теперь вообще можно что-либо видеть. Не знаю, если кто-либо играл в предыдущие GTA, где не было ещё обновлений на графике. Там были картины, где трудно было разобрать вообще что-либо. Я прорезал, черт! Эй! Эй! Б .. Это я, Карл! Рассия! Рассия! Оооо. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Все мне нравится с русскими субтитрами за то, что они не добавляют довольно много мата, когда можно, например, услышать в аудиоверсию, но в субтитры они не добавляют этого. Если бы смотреть, можно заметить, что у них даже лица вроде бы довольно изменены и припомню таких деталей, чтобы у них прям были. Продолжение следует... 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 Вот прям своё, вроде бы, и нетрудно было угонять от них. Что очень радует в этой игре, если смотреть, то графика настолько была по-идёски сделана, что даже если смотреть на всякие детали, то, вы знаете, что даже такие объекты, как Велик, не совсем стоят в строю именно с телом самого СиДжей или других персонажей. Не совсем уверен, что в этой обновлённой версии прям нужно сохранять на дискете, потому что когда я играл лет 10 назад на PlayStation 2, по-моему, там была прям обязательно такая вещь, что тебе нужно было сохранять всё на какой-либо определённой точке в игре, иначе ничего не сохранилось. Мне кажется, в этой игре они тоже должны будешь обновить с автообновлениями. Так, оставим Велик. И пройдёмся, я бы сказал, вокруг посмотреть, что есть. Так сказать, почувствовать, что прямо такого по-другому не сделали, или просто почувствовать ностальгию игры. Что самое заметное, они добавили такой вид, когда поворачиваешь камеру. Это более интересно добавляется. Так. Может сейчас стоит попробовать начать что-либо. Так. А, нет, плохая идея. Так. Так. Так, нет, только не копа. Само время выделать. Мне интересно, если они оставили такую же вещь, как в прошлой игре, где ты можешь подбегать к проститутке, удаляйся на все стреляет. Может не оставили. Ну и память, ас. Это есть, что обычно к проститутке подбегают, чтобы ударить. После этого у одной из них есть пистолет обычно, начиная шмалясь сразу. Сейчас проверим нашу версию. В таком, что ни у одной из них нет. Ладно, сейчас попробую на последний. Если нет, то идем сохраняться. Само интересно, что и та же игра была реализована в тот момент, когда уже, по-моему, CD диски стали появляться. Не то, чтобы диски это. Окей. И сохраняемся. Ну что, всем спасибо и увидимся в следующем видео.